И продолжается дневной разворот. У нас второй час. В студии по-прежнему Дарейта Пузлиева и Соня Дюмина. Сейчас мы переходим от благотворительности к красоте. И будем сегодня обсуждать дизайн, дизайн интерьеров, интерьеры, все, что нас окружает и каким оно должно быть. И как сделать свою жизнь приятнее, просто находясь в помещении и сделать свое помещение для жизни приятным для себя конкретно, а не просто вообще, не знаю, в общем, как это принято или как тебе говорят, ты должен свою квартиру отремонтировать вот так и никак иначе. И есть такие тренды, и ты должен следовать трендам. Должны ли мы следовать этим трендам? И что это за тренды? Нам сегодня будут рассказывать Виктория Березко, шеф-редактор программы «Квартирный вопрос» на НТВ. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. И Татьяна Пофонова, главный редактор журнала «Интериос the best». Здравствуйте. Здравствуйте. Нужно, наверное, сразу сказать, что гости наши приехали не просто поболтать с нами тут о дизайне, а приехали на выставку «Сфера дизайна», которая, как я понимаю, сегодня открылась. Да, именно. Сегодня первый день выставки. И в этот раз она пройдет коротко, всего три дня. Да. Но она в самом центре города, на театральной площади, и поэтому добраться до нее, я думаю, удобно. И посмотреть можно всем. Это очень хорошо на самом деле. Правильно ли мы понимаем, вы не впервые в Кирове и не впервые на сфере дизайна? Да. Вы знаете, я даже не могу посчитать, сколько лет, если честно, но мне кажется, уже шестой или седьмой год мы приезжаем на выставку «Сфера дизайна». Мы когда-то, ну, как бы, наверное, это случайно и не случайно, как все в этой жизни случается, правильно? Мы приехали первый раз, и получилось так, что мы втянулись. Нам стало интересно. Я бы сказала, нас втянули. Нас втянули в это дело, потому что у вас дизайнеры очень живые, страшно любопытные, заинтересованные люди, которые нас ловили у каждого своего проекта, спрашивали советов, спрашивали разбор полета и так далее. А когда ты начинаешь разбирать все это, когда ты начинаешь входить в эти отношения, то ты чувствуешь себя уже, извините, ответственным за каждое. И каждый раз мы обсуждали, а потом нас на следующий год спрашивали, ну, вы приедете? Мы говорили, да. Мы приезжали и видели, как они подготовились, как они изменились в лучшую сторону. Вы знаете, мы сейчас вот пришли на выставку, и я вам скажу, насколько сильные стали проекты ваших дизайнеров. Настолько просто вот прям удовольствие осмотришь. Мы еще просто только приехали, пробежали минут 15, но уже сейчас просто смотрим, уровень настолько вырос. Настолько вырос не только уровень самих проектов, и уровень съемок, и все, подачи, совершенно столичные. Но это не без вашей кураторской помощи. Ну, ладно, мы так пококетничаем, скажем, ну, мы немножко тоже сделали для этого. А вы видите прям, да, что люди, например, провели работу над ошибками, да? Да, да, конкретно видим, абсолютно. Они, ну, вы посмотрите, ведь вот Вика вам подтвердит. Мы когда приезжали, первые проекты, конечно, были хорошие проекты, но подача, все было, ну, скажем так, не то что слабое, но слабее. Ну, смотрите, за эти те несколько лет, что мы сюда приезжаем, ваши дизайнеры вышли в квартирный вопрос. И уже делают, уже сделали несколько проектов, и не один, а целых два. И вполне возможно появится третий. То есть ваши чуть ли не чаще, чем... Я бы даже сказала три. Понимаете, да? Потому что у Ани Усуповой уже два проекта в квартирном, а сейчас, ну, не буду немножко заходить вперед, но, возможно, она сделает проекты в дачном. И сейчас они в Москву приезжают на съемки квартирного опроса, просто, знаете, как это, ну, в общем, штучки. Вот ничего себе, мы и не знали, что у нас есть. Звезды, звезды, да. Сильная сфера. Что же вы не смотрите своих по квартирному вопросу-то? Ну, смотрите, да. А если говорить о квартирном вопросе, вы их тут нашли на сфере дизайна, или это был, я не знаю, там, какой-то обычный кадровый конкурс или что-то? Нет, нет, это был именно тот самый конкурс сферы дизайна, который каждый год проходит в Кирове, который я как член жюри сужу. И в качестве приза моего, скажем так, ну, приза нашей программы я каждый год выбираю одного дизайнера, которому мы даем право поучаствовать в программе «Квартирный вопрос». Причем я еще хочу сказать, что такая вот немножко, такая вот заковыристая формулировка, что это не гарантия участия, а именно право поучаствовать, потому что каждый проект, который предоставляют нам дизайнеры, потом проходит очень бурное обсуждение, и достаточно часто мы эти проекты заворачиваем. Но вот уже это трижды мы реализовали проекты кировских дизайнеров, то есть это право, они воспользовались им полностью. И в этом году тоже будет выбран кто-то, у кого будет это право? Ну, думаю, что да. Ничего себе. А кого в основном заворачивать? Ну, то есть есть какие-то вещи, на которые, я не знаю, там, нужно обратить внимание, да? То есть вот если вот ребята сейчас нас кто-то слушает, и кто действительно там... Нет, на самом деле в радиопрограмме это сложно сказать, потому что, ну, я скажу, что у нас царит вкусовщина, конечно, в программе. Мы делаем только то, что нам нравится. Ну, то есть нет, например, такого, что вот если в твоем проекте двери перекрывают раковину, то ты точно никогда туда не попадешь. Ну, то есть какие-то там технические ошибки. Или вы готовы закрыть на них глаза, если... Нет, почему же мы не готовы? Ну, это какие-то такие элементарные профессиональные вещи, которые, мне кажется, по умолчанию в проектах не появляются. То есть там все-таки профессионалы на сфере. Это же не с улицы люди, это только исключительно профессионалы претендуют на участие, конечно. Конечно, поэтому даже смешно сейчас об этом говорить. Нет, это скорее касается эстетики, ну, общего какого-то вида интерьера, который представляет дизайнер. Или это какие-то проблемы, может быть, прикладного характера, которые, как мы понимаем, что дизайнер, ну, не очень продумал, героям будет сложно жить потом в этом. К этому мы относимся очень серьезно. Как бы, может быть, не думали телезрители, что нам хочется просто вот показать некое шоу, красоту и все. Вот как раз вот эти моменты комфортного дальнейшего проживания героев мы очень тщательно прорабатываем всегда. И если нам кажется, что что-то недодумано, мы предлагаем еще подумать, но если не получается, туда заворачиваем. Ну, и плюс, конечно, если нам не нравится картинка в целом, но это вот тут уже рецептов не дашь. Потому что, сами знаете, художников много, картин у всех разные, и все они прекрасны, и как выбрать. А большая у вас вообще конкуренция? То есть, вот, не знаю, много в регионах проходит таких выставок, и на каждые там авторы получают это право поучаствовать? Я скажу, что Киров — это единственный регион, в котором вот мы сюда приезжаем и приглашаем. Ну, я вот как-то вот, знаете, да, конкурс «Алумы ищем таланты», я вот сюда приезжаю, и у меня тут отборочный тур в Кирове. А все остальное, у нас есть региональные дизайнеры из Ростова, из Уфы, из Белоруссии, ну, из Петербурга, естественно, достаточно много. Они, как правило, сами присылают свои портфолио, предлагают поучаствовать, а дальше уже мы разглядываем эти портфолио и решаем, подходит нам дизайнер или нет. То есть, они приходят к нам сами. Здесь я приглашаю. Татьяна, вот вы уже упомянули, да, такой момент, столичный уровень. А вообще сильно отличается, правда, вот региональный уровень дизайна и столичного? Отличался, да. Или сейчас уже... Отличался, да, на самом деле. Но сейчас вот я смотрю на проекты, я уже понимаю, что некоторые я могу взять себе журнал. Раньше очень отличалось даже, знаете, не сам проект. Когда мы приезжаем, мы же с вами не ходим по квартирам и не видим эти проекты вживую. Единственное, что мы себе всегда позволяем с Викой, это если мы приезжаем и какой-то проект общественного пространства, то мы всегда хотим его, честно говоря, заранее посмотреть, потому что съёмка может кардинально отличаться от объекта в целом. Тогда мы, конечно, смотрим, если это интересно, и у нас вызывает какие-то вопросы, мы обязательно тогда поедем. Здесь же фотографии. Вы знаете, что самое подводило больше всего ваших дизайнеров? Это съёмки тогда. Потому что было так плохо снято, так плохо не хватало дизайнерам-стилистов, хороших фотографов, не хватало всего вот этого, чтобы подать свою работу. И поэтому работы смотрелись плохо. Они сейчас уже и фотографы к вам приезжают читать мастер-классы, и ваши дизайнеры едут на курсы стилистов в Москву, проходят, и так далее, и тому подобное, и работы растут просто как на дрожжах. Мало того, что приезжают московские, питерские фотографы к вам, так теперь ещё смотрю, вот в этом году я точно, если ещё позапрошлым, в прошлом году я говорила, что работа фотографов была плохая, теперь я вижу, что работа фотографов стала хорошей в ваших местных. То есть они тоже растут, они тоже учитывают все свои ошибки. И сразу подача проектов стала лучше, и сразу ты заходишь и видишь отличные проекты. И ещё я, конечно, считаю, что жителям Кирова страшно повезло. Мне кажется, это чуть ли не единственный город, где есть такая выставка, когда любой житель города может прийти, посмотреть проекты, которые в городе сделаны за год, посмотреть и убедиться, что они могут выбрать себе дизайнера. А я вот, кстати, на незаданный вопрос отвечу. Я так понимаю, мы с вами за рамками говорили о том, что вы делаете ремонт. Так вот я вам честно скажу, дизайнер нужен. По одной простой причине. Да, мы с вами можем поклеить обои, покрасить потолки, даже как-нибудь поставить мебель. Но за вас дизайнер сделает, он продумает всё, что потом вам не придётся переделывать. Продумает электрику, продумает сантехнику, продумает все коммуникации абсолютно так, чтобы жить в этом было бы комфортно и удобно. Он продумает за вас решение художественное, потому что это на самом деле очень важно. И тогда вам просто будет легко и просто принять проект. Поэтому сейчас вот эти три дня на выставке – это возможность прийти, посмотреть инкогнито все проекты, приглядеть себе дизайнера и даже познакомиться с ним на выставке, потому что все дизайнеры присутствуют, они способны защитить проект свой, объяснить, почему так или иначе, и можно взять контакты. Но если не сегодня ремонт, даже не завтра, он будет послезавтра, но у вас уже будет контакт. Кончик пусть лежит. Прервемся на 30 секунд, буквально на небольшую паузу. Продолжаем дневной разворот. Начали говорить о дизайн-проектах, о том, что дизайнер нужен. Я как человек, который сейчас делает этот ремонт, подписалась тоже на кучу каналов и в Телеграме, и в Инстаграме, и вот рассматриваю все эти дизайн-проекты. И у меня всегда возникает одно ощущение, что вроде бы красиво, но мне всегда хочется посмотреть на эту квартиру, когда в ней живут. Вот когда некрасиво наброшен плед на кровать, а когда... как кровать выглядит после того, как на ней спали люди, встали и утром пошли куда-то готовить завтрак. Как осталось, я не знаю, немытая с вечера посуда где-то в квартире. Смотрите, это вам в кино. В кино? Конечно, там показывают, на фотографиях показывают интерьер. Нет, в смысле, я к тому, что некоторые интерьеры выглядят так, как будто их невозможно сохранить вот в таком красивом виде, живя в нём. Знаете, если вы нормальная хозяйка, то вы сохраните свой интерьер. А если вы хозяйка... знаете, как говорят, есть хозяйки домашние, есть дикие. Вот если вы дикая хозяйка, то какой бы вам ни делай дизайн, то всё равно будет плед не накинут на спинку красиво, да? Но зато вам дизайнер, поговорив с вами, и понимая, что вы хозяйка дикая, и не будете заниматься домашним хозяйством 2-4 часа в сутки, придумают вам такой интерьер, в котором и брошенный плед, и книжки, и чашка кофе забытая будут уместны и даже украшать интерьер. Вы понимаете? То есть можно прийти на сферу дизайна и сказать, ребята, я дикая хозяйка, кто готов со мной поработать? О, я думаю, вот в этом случае половину поднимут руки. У нас часто есть такие стереотипы касательно творческих и гуманитарных профессий, что образование, в принципе, не нужно. Ну, то есть вот как, да, ремонт, ну, расставить мебель, я сам могу придумать то, что это стена фиолетовая, а это зелёная, я сам могу. Ну, то есть зачем специалисты, и нужно ли мне образование дизайнера, если хочу быть дизайнером, вот я маме ремонт помогу сделать, тёте ремонт помогу сделать, всем ремонт помогу сделать, но я понимаю, что всё-таки это люди-профессионалы, и понимать в электрике, сантехнике, и уметь общаться с людьми, которым ты же не себе делаешь ремонт, то есть нужно вникнуть в потребности того конкретного человека, владельца, квартиры и кто будет там жить. На какие компетенции нужно обращать внимание, чтобы выбрать себе дизайнера интерьера? Ну, всякие образования, я считаю, нужны. По одной простой причине, что дизайнер, в первую очередь, он думает об эргономике, чтобы вам удобно и комфортно было жить. На этом они выстраивают планировку таким образом, чтобы вам было абсолютно, даже не нужно задумываться, как вы переходите от плиты к раковине, к столу, где вы садитесь. Знаете, я вот обращала на такую, казалось бы, ерунду внимание. Если грамотным профессионалам сделан интерьер, вот ты заходишь в комнату, и тебе даже никогда не приходит в голову подумать, куда тебе сесть, потому что эргономика выстроена таким образом, что ты входишь и как-то подходишь по месту, садишься, тебе комфортно. Если вы думаете, это просто диван поставили, нет, они рассчитали, как ты проходишь, как освещение, как электрика, всё, что в этом пространстве, работает на то, чтобы вам было уютно. Вы понимаете, да, конечно, вы можете сами. Вы повесите люстру, вы повесите бра или там поставите диван. Но вот когда я была у одного французского дизайнера дома, и у него было невероятно уютно и комфортно, и он сказал, вы знаете, для того, чтобы комфортно, дизайнер рассчитал, что в этой комнате 11 источников света. Нигде нет тёмных углов, нигде нет ни уюта, всё продумано. И вы думаете, что это само собой. Нет, это за вас просчитал профессионал. Так вы на самом деле не сделаете. Если только вы, конечно, талантливый человек, природный дизайнер, но и просто не стали им профессионально. Вот так. Это даже тебе на заметку. 11 источников света. Ничего себе. Да. То есть переключая. Это не значит, что вы все 11 источников света включаете одновременно. Но есть сценарий, когда вам надо сидеть с книжкой, или смотреть телевизор, или когда пришли гости, или когда вам нужен романтический полумрак. То есть, понимаете, это всё заранее продумано, и ваша комната, она имеет кучу сценариев освещения для каждого момента вашей жизни. И вам всё время уютно. Потому что это же тоже рассчитывается, сколько должно быть, какое должно быть освещение, чтобы вы не чувствовали себя, как, знаете, как на торжественной церемонии где-нибудь в зале, да, и при этом не было недостатка света, чтобы вы не чувствовали себя, как в погребе или там где-нибудь. Ну, то есть, понимаете, это всё за вас продумано, но вы думаете, что это вам просто случайность. Просто повезло. Просто повезло, да. На сфере дизайна, если возвращаться к выставке, насколько я понимаю, там огромное количество номинаций. Пятнадцать. Пятнадцать, да. То есть, это всё внутренние помещения, правильно я понимаю? Да, да. Мы именно дизайн интерьера оцениваем. Ну, там выставляются дизайнеры, которые представляют им дизайн интерьера. Не здание, не сражение. А все жюри работают на все помещения или кто-то там оценивает гостиные, кто-то в кухне? Нет, мы по всем номинациям, конечно, выбираем. У нас четыре человека в жюри, и мы ответственны за все поощрения. А сколько всего работы представлено, может быть, вы знаете? Честно говоря, нет, пока ещё не смотрели список. Но в этом году говорят намного больше. То есть, если пятнадцать номинаций, чтобы ещё на каждую был конкурс. Ну, вот, например, да, в номинации есть кабинет в частном интерьере. Вот правда очень много работ на тему кабинета? Ну, вот в Кирове. Мы же пока пробежали минут 15, но, в принципе, ну, мне кажется, каждый второй, если не каждый первый мужчина, мечтает, чтобы у него дома был свой личный кабинет. Ой, женщины, я вот мечтаю о кабинете. Да, но сейчас уже, поскольку у нас гендерные различия вообще стираются, да, то понятно, что и женщины, они немножко, может быть, как-то себе по-другому этот кабинет представляют, но мечтают, тем не менее. Поэтому, я думаю, работы найдутся. Ну, что такое кабинет? По большому счёту, это помещение, в которое ты можешь уединиться, закрыть дверь и сделать вид, что ты работаешь, да? Да, то есть и мастерская, это тоже в некотором роде кабинет. Это тоже кабинет, да? Конечно. Я большую часть времени работаю дома, и мой кабинет, кухня. У меня на кухне стоит диван. Но если была бы такая возможность, был бы кабинет. Ну, конечно же, да, был бы кабинет. Ну, то есть, когда-то мне казалось, что кабинет, ну, то есть, вот какое-то место рабочее, это прям роскошь. Ну, то есть, когда у тебя есть офис, ты же не задумываешься о таких вещах, что, ну, кабинет, и кажется, что кабинет это просто вот для красивой картинки в каком-нибудь журнале. А когда начинаешь работать дома, понимаешь, что вот это вот место, где ты мог бы разграничить, где должна проходить граница между работой и отдыхом, оно действительно важно. Да, и чтобы домашние не заходили, знаете ли, без стука, да, что ты там ещё можешь там что-то постирать, поделать, да, а ты работаешь, у тебя кабинет закрыт, и ты работаешь. Есть ли у вас какие-то любимые номинации? То есть, вот, например, гостиной вы любите больше. Вы знаете, в этом году нас, возможно, удивят, потому что в этом году список номинаций пересмотрен, и мы его ещё не видели, этого списка. То есть, возможно, любимцы будут среди тех, кто ещё никогда не было. Но почему-то всегда очень интересно оценивать ванны, и, кстати, всегда вот в этой номинации достаточно много хороших работ. Хотя это самое маленькое помещение, и мы, например, в квартирном опросе за всю историю квартирного вопроса. Мы сделали только два санузла, две ванных комнаты, потому что, ну, невозможно, да, вот это маленькое, просто технологически невозможно нам организовать съёмку там. Ага. Да. Татьяна, у вас любимое помещение есть? А я всегда говорю, знаете, что дизайнерам? Что лучше всех, почему, получается, спальня и ванная? Потому что мы совершенно чётко знаем, что мы там делаем. А гостиная, вот тут начинается вопрос, а что мы делаем в гостиной? Зачем мы туда специально приходим? Вот у итальянцев, которые любят расслабляться и вести красивый образ жизни, у них с гостиной всегда всё прекрасно, у нас всегда всё плохо. Ну, в гостиной мы поставим диван, поставим телевизор и... Понимаете, да? Большой стол для застолья, новый год. Как правило, всё ограничивается диваном и телевизором. Вот, понимаете? А дальше они немножко по-другому, потому что они знают, как они принимают здесь гостей и так далее. Кстати, вот для этого опять нужен дизайнер. Потому что вы просто поставите телевизор и напротив поставите диван. А вот дизайнер, выслушав вас многократно, поймёт, чем же вы ещё занимаетесь, какие есть хобби, как протекает ваша жизнь, чтобы оформить гостиную так, чтобы это было не просто диван с телевизором, а настоящая гостиная. Купи телевизор больше, телевизор большего размера. Вы упомянули то, что у итальянцев есть особенность, то, что вот у них всё хорошо с гостинами, а у нас не так. Какие ещё есть особенности, вот российские и такие, которые ещё наиболее сильно видно в провинции, я думаю, потому что Москва уже несколько по другим каким-то законам, на мой взгляд, живёт часто. Ну, есть одно моё страдание – диваны. А раньше в проектах совершенно, в каждом проекте совершенно одинаковые диваны стояли, хоть ты тресни, ничего. Вот прям такое впечатление, что ты смотришь проекты, и из проекта в проект одни и те же диваны. И вот первым делом, только мы пришли, 15 минут идём, я говорю, Вика, смотри, разнообразие появилось. Разные диваны. Разные диваны, наконец-то. Потому что, ну, как бы, знаете, у меня такое впечатление, что раньше в проектах всё время на первом плане была практичность. Такое впечатление, что эти диваны будут просиживать сотни людей. Поэтому у них обязательно должна быть неистребимая кожаная обивка, что прямо они должны быть могучие, и на них будут многокилограммовые дети скакать всегда. Хотя, как мы знаем, мы знаем, в общем, гостинами не так часто пользуются. И я смотрю, появились изжачные, разные, интересные, уже такие просто модели. Прекрасно. Прекрасно просто. Хотя, конечно, я понимаю, почему. Диван ведь один из самых дорогих моментов мебелировки квартиры, да. Хороший диван стоит дорого. Ну, я вот просто сейчас, господи, при переезде на новую квартиру, на старую, пришлось оставить огромный диван, на котором выросли фактически дети. Я вот вчера его фотографирую, думаю, наверное, нужно его куда-то выложить, потому что не стоять же мы в этой квартире, а сама я его возить никуда не хочу, нанимать какой-то там транспорт. Я вот его со всех сторон тоже пофотографировала, смотрю на него. Ну, вот он как член семьи, вот этот диван, здоровый, огромный диван, на котором и друзья вроде бы все сидели, и дети. Ну, правда, наверное, тут можно найти этому дивану оправдание. Ну, конечно, мы ведь можем найти всему оправдание, правда? Я думаю, мы, наверное, сейчас чуть-чуть пораньше уйдем на паузу, чтобы потом уже поподробнее поговорить еще о сфере дизайна. Продолжаем дневной разворот. У нас в гостях Виктория Березка, шеф-редактор программы «Квартирный вопрос» на НТВ, и Татьяна Фофанова, главный редактор журнала «Интериас Дебест». Мы сегодня говорим о выставке «Сфера дизайна» и вообще об интерьерах, как это должно быть и как это происходит. Есть ли какая-то... Наверняка есть разница между тем, как бы вы хотели видеть этот мир и как он есть. Вот, Виктория. Слушайте, это такой философский вопрос. Я боюсь, что не стоит даже углубляться. Нет, у меня вопрос немного другой. «Квартирный вопрос» — это программа, на которую, в общем, все люди в России так или иначе учатся частично делать ремонты по программе «Квартирный вопрос». Это можно действительно читать как энциклопедию, то есть вот все то, что описывается друг за другом, вот эти пункты, мы видим, как меняется помещение. Это действительно так или там есть некоторые телевизионные уловки, что не стоит принимать все за чистую монету? Ну, начнем с того, что телевизионные уловки всегда есть, естественно, без этого никак. Уловка есть в любой работе, у повара, у писателя, у кого угодно. Есть свои профессиональные уловки. Это первое. Второе. Весь тот технологический процесс, который мы показываем, он соответствует действительности, во-первых. Во-вторых, он соответствует всем технологическим нормам. Поэтому на этом можно и нужно ориентироваться. И мы стараемся давать какие-то лайфхаки, какие-то советы. Но что касается дизайна, то тут надо понимать, что, во-первых, это шоу, конечно. И поэтому вот очень часто у нас форум есть на сайте, зрители отвечают. В последнее время все больше и больше критики. Вот ее всегда было много, но сейчас просто вот они каким-то потоком. Как можно в этом жить? Вы знаете, можно жить по-всякому, можно жить везде. Тут самое важное соотношение вот того человека, который к нам пришел, и того дизайна, который мы ему предложили. Потому что это еще очень большая работа отдела кастинга. Мы не делаем... Это не благотворительный проект. Мы не делаем просто подарки, там, я не знаю, неимущим людям каким-то. Мы... Это совместная игра людей, которые хотят получить сюрприз, поучаствовать в какой-то авантюре, которые имеют вот именно склад такого характера, что они хотят получить то... Необычное что-то. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Да, это целая история, понимаете? И вот когда это совпадает, получается очень здорово, и получается вот именно то самое вау. Они не ожидали это увидеть, но они очень рады. Мы предложили им что-то такое, что не видел еще никто. Мы старались, и мы сами знаем, что и нам это нравится, и мы очень надеемся, что и героям нашим это понравится. И вот тогда такое совпадение получается, и тогда, мне кажется, все довольны и счастливы. А бывает, что недовольны и говорят, «Верните все назад, верните мой ковер». Нет, безусловно, это бывает, но очень редко. Во-первых, всегда... Ну, во-первых, мы ничего не забираем. Потому что ковер они могут отвезти на дачу. Все ковры, скорее всего, уже на дачах у родственников, или еще где-то, или проданы. Слава богу. Я почему-то представила, как редакторы квартирного вопроса, да, мы вам сделаем ремонт, но вот этот ковер мы заберем с собой. Смотрите, с критикой, да, Виктория, все понятно. А бывает ли такое, если с Сонин предыдущий вопрос расширить, когда люди пишут и присылают, возможно, какие-то свои фотографии, говорят, вот вы знаете, мы ваши лайфхаки применили, посмотрите, что получилось. Ну, так вы знаете, что вот прям прислали... Ну, очень часто бывает, что к нам приходят герои, ну, с заявкой на какой-то отдельный, мы же делаем одно помещение в квартире, и получается вот такая предыстория, что они уже там практически все комнаты отремонтировали, при этом ориентировались действительно на квартирный вопрос, на какие-то выпуски, и вот мы видим там вот это, вот это, вот это, а вот у них осталась комната, над которой они уже просто голову сломали и приглашают нас. Или наоборот, мы кому-то переделали помещение, а потом они уже спустя... Да, есть такая рубрика по следам, мы уже... Даже не всегда под него, вот у нас тоже был однажды такой сюжет, мы пришли там через два года посмотреть в одну семью, где мы им сделали гостиную, и они переделали все остальные комнаты, ориентируясь на самые разные. То есть все комнаты были вообще полные, разнобой полный, но они были абсолютно счастливы, при этом каждая что-то брала из какого-нибудь проекта квартирного вопроса. Ну почему нет? У меня однажды родители, когда мы с братом были маленькие, и никак не могли выбрать обои, тогда еще не было такой практики клеить разные обои в одной комнате, то есть это вообще, ну что значит разные обои в одной комнате, и мама долго пыталась нас как-то примирить, найти какую-то точку соприкосновения, ничего не получилось, она плюнула и взяла совершенно разные обои, одни были с ольвятами, другие с березками. Это у нас куча лет, да, мы были счастливы, довольны, в одной кровати были львята, у другой березки. Кто-то делает целые комнаты так. Вернемся все же к сфере дизайна. Основные номинации, вот я смотрю, да, есть гран-при, это любая номинация на выбор жюри, кроме номинации «Предметный дизайн» и «Мастер декор». Почему они вынесены в отдельную? Ой, это вопрос к организаторам конкурса. Ну, возможно, у вас какие-то мысли там по этому поводу есть? Ну, вы знаете, я вам отвечу на этот вопрос, потому что, ну, про предметный дизайн. Дело в том, что предметный дизайн – это такая штука сложная, потому что даже профессионалы не могут договориться между собой, что такое авторский дизайн, что такое предметный дизайн, что такое промышленный дизайн. Вот, например, когда дизайнер делает кому-то интерьер, и он считает, ну, там, предположим, нестандартные размеры, или он не может найти мебель, то, что ему нужно по стилю, по идее, по концепции, тогда, если он это умеет, он делает чертежи и эскизы, и это уже можно назвать, когда мебель пополняется где-то в мастерской, это называется уже авторский дизайн, потому что он придумал, если, конечно, не списал, что частенько бывает, как вы понимаете, да. А предметный дизайн – это когда люди всё-таки заточены на то, чтобы делать не интерьер, а вещи, которые можно вписать в разный дизайн, в разные интерьеры, да, не просто под конкретный интерьер сделанный предметный дизайн, а потому что он так видит и придумывает. А промышленный дизайн – это уже когда люди находят своё производство, люди, которые находят своего заказчика, я имею в виду уже какой-то бренд, и под него они делают серии и коллекции предметов. Вот это уже промышленный дизайн. Я так думаю, что у вас не так много просто предметных дизайнеров. Ну, мы знаем одного или все два. Это, возможно, попытки привлечь большее количество участников в эту номинацию? Да, безусловно. Наверное, чтобы номинация была такая, чтобы больше людей проявлялось. Вполне возможно, кто-то способен, но просто не знает, что ему стоит этим заниматься. Мы и так думаем. Ну, и потом предметный дизайн, вы же понимаете, больше ни в какую категорию мы же не можем вписать и дать ему какой-то, поощрить, дать приз, правильно? Поэтому вот таким образом. Много ли участников? Растёт ли оно с течением времени за эти шесть лет? Увеличилось ли? Да, безусловно, да. Больше и мы видим новые имена. Но так как мы каждый год приезжаем, как вы понимаете, у нас уже глаз-то намётан, мы уже по стилю определяем, кто сделал тот длинной проект, уже видно. И мы видим, появляются новые лица, новые приходят, и очень неплохие дизайнеры. То есть растёт выставка, да. И ваше сообщество дизайнерское очень сильное, очень сильное, очень сплочённое, очень профессиональное. У них же есть гильдия своя профессиональная. Так что у вас это прям целый пласт. Единственное, что я вам честно скажу. Я вот немножко расстраиваюсь и говорила об этом на открытии или закрытии прошлой выставки. Мне очень обидно, что в вашем городе был целый год. Вы знаете, что Киров был признан годом столицы дизайна? Целый год прошлый, да? Мы слышали. И у вас очень сильное гильдия, очень сильное сообщество, очень интересные дизайнеры, но у них нет своего дома. Понимаете? У этого профессионального сильного союза, который мог бы поработать на благо города, на его эстетику, на его внешний вид, на его интерьер и так далее, и так далее, нет своего дома. А мне кажется, когда нет своего дома, то ты как перекати поле. Это очень обидно. Да, потому что, наверное, если бы был какой-то дом у дизайнеров, это решало бы проблему и людей, которые не знают, к кому обратиться. Конечно. Потому что если бы ты мог не только раз в год прийти на выставку, что-то посмотреть, а по потребности, грубо говоря. Абсолютно. Это очень многие бы проблемы решило, и там же можно было бы устраивать им выставки свои периодические. Многие из них ещё и художники, и вот кто-то занимается и предметом дизайном, и так далее, и так далее. То есть каким-то декором. Это можно было бы всё увидеть. Вот это мне обидно, честно говоря. Но я очень надеюсь, что это когда-нибудь случится. Вот в перерывы немного начали говорить об общественных пространствах, о том, что время идёт, и намечаются какие-то там позитивные тенденции хотя бы во внутренних помещениях, по городу, когда гуляете, заходите внутрь, и то, что видите снаружи, какие эмоции вообще вызывает? Ну, мы сейчас ехали буквально пять минут от гостиницы до выставки. И я обратила внимание, что за эти пять минут я увидела, по-моему, три каких-то исторических особняка, в которых ведётся реконструкция. Ну, это уже радостно. Ну, а так, всё-таки, конечно, внутреннее преображение одного интерьера и преображение целого города, ну, это всё-таки по времени очень разные вещи. Хотя, если бы было такое вот место, и союз был более значимым для города, они бы, если бы входили в какие-то, я не знаю, там, советы по градостроительству, я думаю, что внешний вид города бы улучшился, потому что они всё-таки профессионалы, и они понимают, что такое ландшафт, что такая городская среда, что такое... Они же не только... Вы поймите, там те, кто представляют проекты, они не только декораторы или дизайнеры, они там архитекторы, которые понимают в этом. Они бы строили прекрасные дома, если бы у них была возможность. Ну, вот смотрите, да, ещё одна такая болевая точка. Боль, всё-всё, боль сейчас. Дизайн-код. Дизайн-код, да, конечно, это относится к внешнему виду, к фасадам зданий, но, тем не менее, были какие-то шаги в эту сторону, то есть пытались убрать все вот эти кричащие вывески, всё, и тут внезапно делаем мы большой шаг назад, разрешаем опять всё на свои места. Вот с этой точки зрения, как-то дизайнерское сообщество может на это влиять? Я вот на самом деле считаю, что да. Потому что важно убедить... Почему-то все считают, что чем крикливее вывеска, тем больше народ придёт. Это неправда. Потому что это всё равно базар, в котором в таком разноцвете, в таком разнобое очень трудно что-нибудь вычленить, увидеть и выбрать для себя. Ты видишь какую-то крикливую картинку, и она тебя не привлекает на самом деле. Мы же все... Надо понимать, что благодаря тому, что мы все в интернете, мы видим всё красивое везде, во всех городах, во всех странах и так далее. У нас уже просто примелькалось, мы насмотренные. И поэтому нас уже привлекает... Знаете, как у нас любят хвалить? По-западному выглядит, да? По-европейски. По-европейски, правда? Так вот это выглядит не по-европейски. На самом деле, вот если убрать эти вывески и отреставрировать фасады, и просто повесить более интеллигентные, более, ну, как бы сказать, унифицированные вывески, город вы... Даже в этом город будет выглядеть намного-намного лучше. И всё равно люди найдут свою вывеску, свой магазин, свой ресторан, потому что они уже будут реагировать на красоту витрин. Следующий шаг пойдёт, да? На красоту окон, за которыми там рестораны и так далее. Мы же очень любим вот эти привлекательные картинки. Вот их создать можно. Но для того, чтобы их создать, нужно вот, чтобы профессиональное общество, оно участвовало в обсуждении вот этого внешнего вида города. Чаще показывало, что красиво может быть. Да, как это... Они же могут представить, как это может быть красиво вне вот этого. Это правда. На этом дневной разворот подходит к концу. Виктория Берёзка, шеф-редактор программы «Квартирный вопрос» на НТВ, и Татьяна Фофанова, главный редактор журнала «Интериор-эдвест». Соня Дёмина, Дарья Топузлиева. Заканчиваем сегодня наш добрый дневной разворот. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова